Произошло это давно, в то время я занимался пчеловодством и пасека располагалась вдали от людей. В Таджикистане, на границе с Афганом было место в заповеднике «Тигровая балка». Вот там мы и зимовали. На расстоянии примерно в километр стояла на зимовье отара овец и естественно у чабанов были сторожевые собаки-алабаи. Здоровенные и свирепые псы. Как-то утром проснувшись по привычке рано, я вышел на крыльцо и услышал вдалеке лай и рычание собак. Обошел вагончик и вдалеке заметил какую-то возню у подножия собаки. Взял бинокль и стал рассматривать. Два пастушья-халабая пытались атаковать волка. Волк крупный, но меньше собак издаваться и бежать не собирался. Он уворачивался от их попыток ухватить его. Собаки вот никак не командой работали, а каждая сама по себе, по очереди пытались нападать. Лаяли и суетились, а волча раскалился и принимал такую стойку интересную с опущенной головой, готовый сразу снизу в горло вцепиться. Я всегда почему-то думал, что раз волкодавы, то запросто волка давить должны, но тут прям удивился тому, как волк защищаясь еще и атакует их. Собаки привыкли драться и кусаться, а волк убивать. И эта разница была видна сразу. Волк умный и хитрый. Потом он вообще тактику сменил, стал заманивать собак за собой, наверное к стае их увезти хотел. Отбежит немного и ждет, собаки кидаются на него, он огрызнется и опять в сторону тугоев отбегает. Это продолжалось минут десять. Потом прибежал чабан и выстрелил из ружья, но не попал. Мне кажется в тот день повезло не волку, а собакам. Волк конечно от выстрела убежал и собаки тоже в сторону метнулись, но если бы он их за собой увел, то хана собакам была бы, съела бы их стая волков. Вот так я увидел волка, бесстрашного и опасного. Прям боец оказался. Восхитил меня, я прям за него болеть начал тогда. Всякое бывает в жизни.